Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Совершенно пропало до веса веры к мужу. Чувствую, что он мне изменяет, неделю назад на работу девушка ему приносила еду, нашёл и прописала, на неё она в ответ. Когда я спросила кто это, Фили начал психовать, начала говорила, что дочь начальника, а потом, что работает у них. Но его коллега сказала, что её там точно нет и она ничья дочь. Они оба отписали друг от друга, муж говорит, что любит, но месяц назад он был в догладывании на разговор, говорил, что не любит и что не хочет, у меня давно говорит, что я ему не нужна. Потом сказал, что все-таки хочет сохранить отношения. До этого раньше давал повод, переписывал свои бывшие, не приходил ночами домой и не брал трубку. Я красивая, ухоженная, стройная, сижу за собой, я не боюсь разговора, но я чувствую, что он использует меня и не может сказать, как есть. Я чувствую, что уже с ума схожу, сейчас мы в разные города, и он меня с ребенком отправил к своей матери. Подскажите, пожалуйста, как быть. Ну смотрите, если вам кажется, что вас используют, то самым лучшим способом, да, с этим обратиться, это поступить, так как вам не будет казаться, что вас используют, вот. Но вы почему-то этого не делаете. Это такой довольно интересный момент, то есть вы говорите, что развода вы не боитесь, вроде как, ну вроде как, но в то же время вы говорите, что вот меня используют, а я как-то вот не знаю, ну, значит, что мне с этим делать. понимаете, понимаете ли, о чем идет речь. И вот это, на мой взгляд, противоречие, ну как бы в данном случае. Вот. Вот. И с этим противоречием вам и нужно работать. То есть лучше всего, лучше всего, что вы можете для себя сделать, например, это пойти на психотерапию и разобраться в себе, вот, разобраться в своих чувствах, разобраться в своих желаниях, разобраться в том, что вам хочется разобраться в своих границах, вот, и так далее. Вот то, что, в принципе, на мой взгляд, можно было чтобы вам сказать. Выглядит все так, как будто вы, ну, не слишком уверены в себе. Выглядит все так, как будто вы себе не доверяете. не доверяете. Вот. Видимо. Отсюда, скорее всего, ваши трудности. Также можно сказать, что вот, как бы, ну, есть основания, для ваших, например, конфликтов. Так. Скажем. Вот. Конфликты с вашим, эм, можем и есть, эм, ваша ответственность в этих конфликтах и соответственно задача заключается в том, чтобы это тоже проработать. Вот. Понимаете, да? то есть если, эм, изначально мужчина искал кого-то на стороне, значит, эм, отношения с чем-то, эм, не устраивают его. И, как вы говорите, что то он говорит, что любит, что он говорит, что не любит, то хочет, то не хочет. А вы то знаете, как во всем этом уча, 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 участвует. Ну, ну, не совсем это понятно. Как непонятно, на мой взгляд, и то, эм, когда вы пишете, что он вас отправил с ребенком к своей матери. Как это? Так. Отправил. Вы, вы не хотели и он вас отправил или вы согласились, и он вас отправил. То есть, опять же, э, здесь вы как будто бы выступаете вот в такой достаточно пассивной, пассивной роли. Вот. Эм, э, ситу, э, ситу, э, ситуация заключается, эм, в том, что мужчина, э, действительно может вас использовать. Это правда. Но, но, э, тонкость заключается, как мне кажется, э, в том, что у вас не простроены, к сожалению, личные границы. И вот именно, э, э, такая вот, ну, проблематика. Эм, отсутствие, отсутствие у вас личных, э, границ, на моих взгляд. И является, э, э, довольно серьезной проблемой. И, соответственно, если мы говорим о том, э, как вам быть, то, вот, в первую, в первую очередь, э, решать эти проблемы. То, если вы, э, э, ну, как-то чувствуете, что вас используют, если вы, если вам, э, что-то не нравится, то, что вы, в общем-то, с этим делаете? И делаете ли вы вообще с этим что-то? Вот, в чем вопрос. Э, э, да, вы можете, э, ну, презрывать, э, своего, своего мужа в, э, там, э, ну, каких-то действиях. Но, как-то, когда вы говорите про доверие, доверие, вот, доверие к человеку, это, в первую очередь, доверие к вам. То есть, вы либо доверяете себе сами, либо вы себе сами не доверяете. Вот, в данном случае, пожалуй, можно говорить о том, что вы себе не доверяете. И именно вследствие не доверия себе, а, у вас возникает такая, вот, э, тревога, э, по поводу, по поводу мужа. Да? Вот, вы говорите, что вы сходите с ума, с ума, но не боитесь, а, развода, от чего вы тогда сходите с ума. Вот. То есть, э, он не может сказать, как есть, но это вам так кажется, что он не может сказать, как есть. для него ситуация может быть выглядеть иначе. И кому как не вам эту ситуацию в таком случае решат. вот. Вот. Кому как не вам новое, новое такое впечатление, что как будто бы ждете, что эту, ну, эту ситуацию решит, решит муж. то есть, он вам, э, сразу, вот, э, скажет, а, как есть. Вот. А зачем ему говорить вам, как есть, если, например, он не хочет, там, ну, гипотетически, например, вас, допустим, терять, да, то есть, если, ну, вы ему нужны, например, например. Вот. То есть, здесь, э, как мне, э, кажется, э, вектор, э, векторов, э, векторов работы несколько. Первое. Это направление, э, связанное с, э, ну, разбором себя. То есть, это направление, что, направление, э, связанное с, корректированием вашего, э, э, ну, состояния, собственно. Это первое. А второе, это направление, связанное с, э, э, ну, такой, вот гармонизацией, можно так сказать, э, гармонизацией уже со своим, э, супругом. Да, то есть, ну, то есть, э, именно гармонизировать отношения с ним необходимы, если вы, конечно, хотите. Вот. Вот. Для этого можно и нужно смотреть на аспекты того, что, э, между вами есть общего. Для этого можно и нужно исследовать моменты, э, что вас объединяет, э, вот, и что вы, ну, вообще чувствуете, как я своему мужу. Вот. Поэтому оставляю вас со следующим вопросом. Как быть, чтобы, что. Чего, чего вы хотите получить в итоге. На этом все. Надеюсь, что я помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Доброе утро. Готовец. Да.